пути. Около 200 жителей Ижмы в минувшие выходные вышли на демонстрацию. Так они выражали свое недоверие нынешнему руководителю муниципалитета Игорю Норкину. По мнению собравшихся, за два года он так и не смог решить самые острые проблемы района. Светлана Некрасова выяснила, какие. Собираться на демонстрацию люди начали задолго до начала. Ради участия в акции в Ижму приехали жители из других сел и деревень муниципалитета. Бакура, Гама, Вертепа, Мохчи и Мошюги. У каждого для участия в акции были свои причины. Жители Заречья, например, уверены, это весной они снова, как и год назад, останутся без моста через реку Ижму. Пусть они понтонный мост через Ижму наконец построят, или пусть старый поставят, а новый закажут. Возле моста сейчас никаких следов, они там ничего не делают. Я 18 лет ездил в Ижму на работу и знаю, что такое, когда нет моста. Стоишь на берегу, мерзнешь, ждешь частного извозчика. Впрочем, мост через Ижму, как выяснилось, не единственная острая проблема. Жители обеспокоены и криминальной ситуацией, в районе становится все больше наркотиков и транспортными проблемами. Резко закратилось количество рейсовых автобусов, перестал ходить катер до поселка Том, не ремонтируются мосты до станции Керки. Много проблем и в социальной сфере. Через район проходит много нефти, а местные жители с этого ничего не имеют. Совхозы развалились, детские сады и школы нуждаются в ремонте, дороги плохие, сколько мостов надо сделать. Нынешнего руководителя муниципалитета демонстранта обвиняли в бездействии и равнодушии. Мол, он и в районе-то появляется крайне редко и к проблемам равнодушен. Единственный способ общения, который он понимает, митинги и демонстрации. У общества с властью должна быть обратная связь, потому что просто так до власти нашей районной достучаться тяжело, а через такое мероприятие она будет знать, что о ней народ думает. Рядом с колонной в течение всей демонстрации шагал заместитель Игоря Норкина Эдуард Трофимов. Администрация уполномочила его следить за порядком во время шествия. По его словам, к такой форме выражения общественного мнения он относится спокойно. Плакат «Долой свадебных генералов и полковников» воспринимает как приглашение на ижимскую свадьбу и полностью поддерживает антинаркотические лозунги. Даже хорошая политическая активность, люди выражают свое мнение. Значит, соответственно, руководство и администрация корректируют как-то свою деятельность в нужном направлении, в соответствии с волеизъявлением граждан района. Люди с плакатами прошли через центр села, попутно призывая подключиться к акции и других жителей района. В отведенное им время – один час – демонстранты уложились. Дойдя до конечной точки, участники шествия еще немного постояли, а затем сдали плакаты и разошлись по домам.